Во-первых, там язык. Вдруг мы почему-то заговорили, и самое страшное, что это произнесла глубоко уважаемая мною президент Академии педагогических наук, а еще более уважаемая как ректор Санкт-Петербургского университета, что нам, например, в школе не надо преподавать «Войну и мир». Вот я ради того, что мы нам преподавали, мы же не читали весь «Войну и мир» от корки до корки, да еще с французскими ставками, да? Но тем не менее нам на уроке литературы задавали выучить полторы страницы, по-моему, текста. Это вот размышления Наташи Ростовой, когда она сидит на подоконнике, Андрей слушает ее с другого окна, и вот она и говорит, так это вот выучить этот небольшой отрывок, это очень много дает для развития, дает для развития речи, понимаете? Поэтому, конечно же, вот такого рода вещи, такого рода вещи, конечно, я бы не разгонял так сильно. Меня, например, когда-то покоробил господин Михалков, который вдруг вступился за нецензурную брань с экрана телевизоров. Ну, телевизор мы привыкли, что это льющиеся реки духовных помоев идет из них. Но когда на классической сцене, ну, того же Ленкома или какого-то другого театра, на котором мы воспитывались, чтобы оттуда шла нецензурная речь, я этого не могу себе представить, понимаете? Вы никогда ни нормативную лексику не употребляли? Я ее стараюсь вообще не слушать и не произносить. Я, например, не люблю вот эти сальные анекдоты, которые рассказывают, да, где обязательно нужно что-то такое сказать, понимаете? Потому что все-таки богатство языка, оно развивает человека не только с точки зрения, ну, как вам сказать, донесения своих мыслей до кого-то. Оно развивает человека еще с той точки зрения, что он и умственная деятельность у него сохраняется подольше, понимаете? Вот. Поэтому вот я, например, сегодня так называемые социальные сети, только за то, что они изъясняются там тоже каким-то там птичьим языком, у них уже свой сложился, они, во-первых, очень коротко пишут там, да, два-треть слова, и вот иногда их читаешь и не можешь понять, а что это за слова, которые они там произносят. Хотя, в общем-то, коммуникации резко выросли, и это очень хорошо. И люди сейчас туда ринулись, и это тоже очень хорошо. Вот та изоляция, которая была у нас, особенно в крупных городах, да, маленькое сельцо, там люди все друг друга знают, друг с другом разговаривают, там другая психология. Сегодня наш москвич выходит из подъезда, и он замыкается в скорлупу, он спускается в метро, он никого не видит, да, сам с собой, он едет в автобусе, никого не видит, ну, приезжает еще в сутки. Ну, как же, у него есть как раз возможность благодаря социальным сетям находиться в коммуникации с сотнями людей. А вот сейчас вот эта возможность технологии, она дала людям общение. Так это хорошо или хорошо? То есть то, что у нас премьер всячески популяризирует твиттер и фейсбук, он не верит, поэтому все это было право. Без этого нельзя. Это так, как вот мы начинали в школе писать перевыми ручками, а потом пришли шариковые. Это просто огромное достижение современных возможностей. Да, но почерпу всех стал хуже. Да, почерпу стал хуже. Это потерь. Да, потому что когда писали перьями, вообще был каллиграфический. Да, с нажимом писали. Даже каллиграфию нам преподавали. А сейчас это не делают. А скоро вообще, наверное, если так дальше дело пойдет, и писать не будут. Просто будут набирать на компьютерах, и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова